Трагедия произошла в доме номер 3 по улице Святкина в Саранске. Отсюда вечером 21 июня была госпитализирована 21-летняя Юлия Еремкина. Она даже не могла самостоятельно передвигаться, врачи скорой вынесли ее на улицу на носилках. Известно, что девушка гостила у 36-летнего бывшего полицейского Григория Щенкина, который не так давно был уволен из органов внутренних дел. Пациентка была госпитализирована в республиканскую больницу. Ее травмы поразили даже опытных врачей, разрыв прямой кишки, половых органов и травма живота. Во время операции она скончалась. По словам Щенкина, они просто занимались сексом по взаимному согласию. Как сообщили в Следственном комитете, по факту смерти девушки возбуждено уголовное дело причинения смерти по неосторожности. Устанавливаются обстоятельства, предшествовавшие госпитализации и получению травм. Назначена судебно-медицинская экспертиза. В Следственном комитете сегодня прокомментировали шокирующую историю, которая случилась на набережной в Перми. Здесь, возле монумента счастья не за горами, сотрудник полиции изнасиловал 32-летнюю воспитательницу детского сада. Судя по имеющимся данным, все произошло прямо на глазах прохожих, которых было в теплую ночь немало. Они попытались оттащить от жертвы преступника, а также позвонили 02. Злоумышленником оказался кинолог городского полка патрульно-постовой службы, который в этот день был на выходном и изрядно выпил. Из органов внутренних дел сейчас он уволен и задержан. Полицейский скандал разгорается в Ленинском районе. Начальника местного отделения полиции, полковника, обвинили в избиении хрупкой девушки. Все произошло в микрорайоне Мещерский. На дороге не смогли разъехаться два автомобиля, и пострадавшая на месте рассказала о том, как все произошло. На вот этом перекрестке он ехал справа на большой скорости посреди дороги, и увидев меня, притормозил, я притормозила. Но как только наши машины поравнялись, он выбежал и начал бить мне по машине. Он кричал, очень громко матерился. Я думала, что он разобьет стекло. Открыл дверь и уже ударил меня. Удар по лицу очень сильный. Он сделал с размахом на правую сторону лица. Потом ударил второй раз. Я не помню еще сколько раз он бил. Ударов было много. Два точно сильных. Очень сильная гематома была. Я была в больнице. Мне пришлось обратиться к тому, очень были проблемы с глазом. А вот выходит, ставит машину на сигналку, спокойненько идет домой. Он ехал посреди дороги, и как бы, ну, видимо, надо было его пустить. Начальнику полиции нужно ездить посреди дороги, и все должны пускать. Пострадавшая девушка намерена наказать виновного в ее избиении. Но несмотря на записи камеры видеонаглюдения, где отчетливо виден человек, очень похожий на Валерия Пашковского, следователь, следственный комитет заявляет, что это еще необходимо доказать. О чем еще сегодня... Говорят, обсудим с вами коротко. Жесткие кадры сняли очевидцы в Архангельске. Полицейский скрутил девушку после ее отказа надеть маску. На прямую связь сейчас выходит наш корреспондент Татьяна Ивлева. Она весь день работала в зале Краснодарского суда. Там сегодня вынесли приговор по одному из самых громких уголовных дел последних лет. Бывший полицейский признан виновным в убийстве ребенка. Все произошло в августе 2015 года. Света очень ждала возвращения в школу после каникул. А накануне 1 сентября вышла на прогулку со своими сестрами 4 и 6 лет. Буквально в соседний двор. Именно в этом доме жил со своей женой и маленьким сыном Иван Сырокаумов. По данным следствия, в 8 вечера он приехал во двор, заметил трех девочек у песочницы, посадил в свой автомобиль и пообещал доставить домой. Однако отпустил из машины только младших, а Свету увез в район станицы Саратовской и потребовал сексуальной близости. В этот момент мама Светланы уже прибежала в местную РОВД и начала разыскивать полицейского, который увез ее дочь. Испугавшись о глазке, Сырокаумов несколько раз ударил девочку битой, а тело сбросил в реку Псикупс. Вернулся в горячий ключ и стал уверять коллег и родственников жертвы, что никуда ее не забирал и даже успел поучаствовать в поисках. Наконец удалось добиться от него признания. На следственном эксперименте он показал, как все произошло. Когда она вышла, отошла от машины, начала поворачиваться, я нанес ей удар битой в область застылка. По данным Следственного комитета Мордовии, начальник Лямберского отделения ГИБДД стал фигурантом уголовного дела об изнасиловании. Предположительно, жертвой нападения стала 23-летняя Ирина Куликова. Женщина воспитывает маленькую дочь, работает логопедом в детском саду. Последнюю неделю заслучившегося провела в больнице. Только нашей съемочной группе Ирина согласилась рассказать, что с ней произошло. По словам женщины, полицейский предложил ее подвезти домой. По словам Ирины, по дороге офицер стал к ней приставать. Потом свернул с дороги в лес, где, как говорит Ирина, напал на нее. После того, как женщина подала заявление в полицию, майор якобы решил уладить неприятную ситуацию. Комментировать скандальную историю сам полицейский не желает. Официально он находится в отпуске. Мы попытались встретиться с полицейским возле его дома. Но увидев нашу съемочную группу, офицер быстро уехал. Копейским судом вынесен приговор в отношении бывшего сотрудника городского отдела полиции Сергея Дементьева. Он обвинялся в превышении должностных полномочий с применением насилия. Он 18 марта 2017 года, являясь командиром ОРППСП города Копейска, ОМВД, осуществляя свои полномочия по патрулированию территории на территории города Копейска, задержал совместно со своим сослуживцем Левашкина, который совершал административное правонарушение. Его доставили в отдел МВД России по городу Копейску, где Левашкин отказался подписать соответствующий протокол о совершении административных правонарушений. В ответ на это Дементьев пристегнул его наручник к лавке, расположенной в отделе МВД России по городу Копейску, и причинил ряд телесных повреждений, используя спецсредства, и в том числе применяя насилие, тем самым сломав ему три ребра, и также нанеся повреждения в области носа. И Елена Вахрушина теперь как по графику сменяют друг друга возле хирургического отделения Брянской областной больницы, чтобы не пропустить момент, когда их сын Иван придет в себя. 17-летний студент находится в коме после того, как его избил возле одного из кафе замначальника районного ОВД Денис Терехов. Травмы оказались настолько тяжелыми, что пострадавшему пришлось делать трепанацию черепа. Он сотрудник полиции, у него все полномочия, он мог бы позвонить в отдел, приедут, если что-то было не так. У него вся власть в руках. Разве можно сотруднику полиции такие действия делать? Бить ребенка. Кто давал право бить ребенка? Ребенку 17 лет. Начало конфликта Ивана Вахрушина с полицейским попало в объектив камеры видеонаблюдения. Теперь это запись одна из главных улик в уголовном деле. На кадрах Терехов, судя по всему, отдыхавший после тяжелого трудового дня, подходит к группе подростков и о чем-то с ними спорит. Затем удаляется с одним из них. По словам очевидцев, майор нанес молодому человеку несколько ударов по голове. Не остановился Терехов, даже когда Иван потерял сознание. Ближайшие два месяца экс-майор полиции, за спиной которого 11 лет службы в правоохранительных органах, проведет в СИЗО. Пока его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Но статья вполне может измениться. Все будет зависеть от состояния Ивана Вахрушина. Несколько позже томография подтвердит наличие черепно-мозговой травмы. Молодой человек утверждает, что все эти увечья он получил после задержания уже в отделе полиции. В течение нескольких часов оперативники заставляли его признаться в хранении наркотиков. Получается, их было шестеро человек. Я у троих по именам точно запомнил. Но они... Что за имена? Так нам то одного звали Дима. Амир. Там был такой еще. Ну, остальных я не помню. Что они делали? Получается, они приковали сзади наручниками. И все, повалили меня на пол. Стянули штаны с меня. И этот Дима меня сел. Этот Дима выпил. Потому что сел меня на горло. Начал меня душить. То, как еще выбивали признания полицейские, озвучить в эфире мы не можем по морально-этическим соображениям. Вместе с Александром был задержан его брат Анатолий. А вот в Челябинске полицейские по ошибке вместо наркоторговца скрутили, а потом и жестоко избили совершенно невиновного человека. По словам пострадавшего, стражи порядка перекрыли дорогу, вытащили его из машины и ударили прикладом по голове. Издевательства закончились только когда на крики о помощи с обрезом охотничьего ружья в руках прибежал отец молодого человека. Кто же в итоге ответит за эту нелепую ошибку, выясняла Виктория Лукашева. На этих кадрах плохо, но все же видно, как двое вооруженных мужчин набрасываются на молодого человека и вытаскивают его из машины. Водитель неистово кричит от боли и зовет на помощь. На помощь молодому человеку выбегает его отец с обрезом в руках. Потасовка лишь волею случая не превращается в массовую кровавую бойню. На место сбегаются соседи. И тут оказывается, что вооруженные бандиты на самом деле сотрудники полиции. Оперативники поясняют столь жестоким способом. Они якобы нейтрализовали наркодилера, конечно, не успев представиться и показать удостоверение. Они ничего не объясняли. Они ничего не объясняли. Он стрельнул мне в машине сразу. В машине стрельнул. И в голову ударил. Сейчас Максим Преображенский просит не показывать его лица. Говорит, ему и так каждый день угрожают жестокой расправой. Тогда еще весь в крови молодой человек еле стоит на ногах. Пытается объяснить полицейским, его с кем-то спутали. К продаже наркотиков он не имеет никакого отношения. Но, похоже, его версия даже не интересует оперативников. Чего ты там вкидываешь? Ну, подожди, ругайте его. Родители парня вызывают наряд полиции. Говорят, если оперативники действительно шли на задержание особо опасного преступника, почему были вооружены травматическим оружием, а не табельным? И вообще, какое право имели стрелять? Но оперативники, даже родители, пытаются настроить против собственного сына. Все со временем узнаете, с чем вашим занимается. Студент Бутурлинского колледжа оказался в больнице после допроса в местном отделе полиции. Как он утверждает, его и друга пытались обвинить в краже, которую они не совершали. Но настоящая причина этого обвинения в том, что он стал свидетелем крайне неприглядного поступка со стороны местного начальника полиции. Пытался заснять это на мобильник. Родители юноши теперь требуют ответа у местных полицейских. Почему он на таком основании? Мой ребенок сейчас в больнице лежит. А? Да не кричи. А что не кричать? Что не кричать? Вы считаете это нормально? Пусть покажут свою лошадь мне. Бестыжу я. К трушину на беседу забирали. Оттуда дети выползли, еле живые. Меня завели в кабинет начальника. Я зашел. Ну, ты что, сучонок, признавайся, что ты это сделал. Потом он перешел на более жесткие меры. Начал избивать по животу, по голове, по шее. Начали путать меня. Как все было, как крали, как воровали, что своровали. Говорю, такого не было. Они начали бить меня. Ты кому сойти пальцом, мам, тогда вдруг ты не признаешься. Я ничего не делал. Начали пистолет доставать. Они меня обвиняли в том, что, типа, я украл что-то у людей из гаража. Ну, такого на самом деле не было. Больше пяти часов происходили надо мной пытки. Меня били, оскорбляли. Следы какие-то ставили у тебя после этого? Нет. Он говорил, что мы бьем профессионально, ты ничего не докажешь. Если же проверка установит, что со стороны гражданина был допущен оговор в отношении сотрудников полиции, он будет привлечен к ответственности за заведомо ложный донос. Кстати, проверку по этому делу проводит и следственный комитет. Пострадавшие сообщили, что готовы пройти исследование на детекторе лжи. 33-летний сотрудник ГАИ Зачинска изнасиловал 15-летнюю племянницу своей жены. Девочка пришла к паре в гости. После того, как все случилось, школьница выпрыгнула из окна четвертого этажа. Сейчас она в больнице. Насильник задержан, сообщает Ньюслава. У полицейского угнали автомобиль Opel Astra. Мужчина разместил объявление с просьбой откликнуться свидетелей преступления. После этого ему позвонила девушка и предложила обсудить условия возврата пропажи. Договорились встретиться в полночь возле этой парковки. Бдительный опер взял с собой пару друзей из гражданских. На месте предполагаемой встречи никого не оказалось. И тут события начали развиваться, как в шпионском боевике. Мужчине позвонила все та же незнакомка. И как раз в этот момент он увидел вдалеке девушку, смотрящую в его сторону и разговаривающую по телефону. Будучи уверенным, что она и есть похитительница его автомобиля, полицейский буквально набросился на нее. Выяснилось, что потерпевшая сотрудница Пермского госнаркоконтроля. Девушка совершала перед сном пробежку, а по телефону общалась со своими друзьями. Новый поворот в скандальном деле любвеобильного полицейского из Челябинской области. Суд арестовал бывшего заместителя начальника отдела МВД города Чебаркуль, Рифа Бектимирова. Наша программа уже рассказывала эту пикантную историю. Сразу несколько офицеров в юбке пожаловали, что подполковник оказывал им недвусмысленные знаки внимания. Бектимиров с образом ловелас в погонах не согласился. По его словам, слухи о домогательствах поползли после служебной проверки, которую инициировала служба собственной безопасности МВД. Теперь доказывать свою невиновность подполковнику придется из СИЗО. Это Артем ему 14,2 недели назад. На него напал пьяный полицейский. Мы собирались уже уходить, и остановилась машина. Из окна нам кричал мужчина, что здесь шаемся, молодежь. Мы ему промолчали. Он выходит из машины, говорит, я не услышал ответа. Он направился на меня быстрым шагом. Я ему сказал, мы просто ходим. Он мне сразу начал бить тыльными сторонами ладоней по лицу. Затем он взял за плечо и пнул ногой. Я от него вырвался и убежал. Артему, можно сказать, повезло. Он успел обижать до того, как его сильно избили. Но все равно, едва не получил перелом челюсти. Девчонок нападавший не тронул. Тоже повезло. Он вышел из машины и сказал, я не услышал ответа. Турлюков при нем сказал, мы уже уходим домой. Он, это полицейский Станислав Молдуянов, утверждает мать Артема Александра. Как только она узнала о нападении на своего ребенка, написала заявление в полицию. Там его приняли, как и документы из больницы. Но только вот результата никакого нет. Напавший на Артема сотрудник продолжает работать. Теперь в соседнем городе Алдан. Эти кадры с камерой наблюдения в отделе полиции номер 5 в Иркутске. Мужчина был доставлен в участок как потерпевший и в итоге был избит полицейскими. В это время в здании находились и другие сотрудники правоохранительных органов. Однако на помощь мужчине никто не пришел. Видео было изъято сотрудниками Следственного комитета и Управления собственной безопасности МВД как доказательство противоправных действий. В отношении 28-летнего участкового полномоченного Ивана Шипицына, запечатленного на камеру, следственные органы возбудили уголовное дело. Он обвиняется в превышении должностных полномочий. Отеки на лице 30-летнего Ильяса Абиева за две недели начали сходить. Но до сих пор из-за поломанного носа тяжело дышать. Кружится и болит голова. Но несмотря на это, его из районной больницы через неделю после госпитализации выписали, сделав заключение, что у него только ушиб носа. Затем уже в Джанкойской больнице у парня установили сотрясение мозга и перелом носа. Абиев вспоминает. В тот злополучный вечер вместе с друзьями отдыхал в сельском дискобаре. Когда вышел на улицу, увидел толпу людей, которые между собой что-то выясняли. Среди них в штатском был и местный участковый Антон Верховодов с несколькими коллегами, которые тоже отдыхали в этом же заведении. После этого они разошлись по своим компаниям и зашли в бар. Через некоторое время Ильяса на улице вызывал коллега Верховодова Иван Зайцев. Тоже участковый, но на территории соседнего сельского совета. Все происходящее зафиксировали камеры наблюдения, установленные на фасаде здания. Выбежал Верховодов Антон, участковый Садовский наш. В принципе, без лишних слов он толкнул и нанес удар. Дальше я уже не помню, что было. Очевидцы приятеля Абиева говорят, находящиеся у хладиста бара сотрудники не давали их разнять, а наоборот помогали Верховодову избивать Ильяса. Из новостных сайтов удалось выяснить, участкового Верховодов любитель помахать кулаками и кидать через бедро. Он профессионально занимается боевым самбо и занимает призовые места на соревнованиях среди правоохранителей. Симонский район из Москвы приговорил к 2,5 годам лишения свободы бывшего полицейского Ивана Князева. В декабре прошлого года на тот момент еще действующий сотрудник патрульно-постовой службы выстрелил в 13-летнюю девочку. Инцидент, произошедший на юге Москвы, зафиксировали камеры видеонаблюдения. Сержант еле стоял на ногах, раскачивался, словно маятник, и палил в разные стороны с травматического пистолета. Одна из пуль попала девочке в ногу. Князева уволили из органов внутренних дел, а позже признали в виновном хулиганстве с применением оружия, но лишь дали условный срок. Это вызвало широкий общественный резонанс. Приговор был обжалован прокуратурой, новое решение суда и более суровое наказание, похоже, очень раздосадовало бывшего полицейского. Он так, чего и не смог, ответить журналист. Ивана Князева ждут в колонии-поселении, туда он вскоре отправится отбывать уже реальный срок. Сейчас наша постоянная рубрика «Экстренный вызов помогает». Благодаря вмешательству нашей программы в Нижнем Новгороде удалось добиться пересмотра скандально известного уголовного дела, в котором в качестве потерпевшей выступает мировой судья. Напомню, что подсудимый уже провел полгода в СИЗО всего лишь из-за одной выкуренной сигареты на автобусной остановке. Более того, в деле теперь появились и новые фигуранты, сотрудники полиции. В этой истории, которая тянется уже больше года, главные действующие лица внезапно поменялись местами. Двое сотрудников полиции, которые задержали мужчину, якобы напавшего на мирового судью, теперь сами оказались на скамье подсудимых. Стражи порядка обвиняют в превышении должностных полномочий. Все началось с того, что мужчина закурил на остановке общественного транспорта. Тогда он и представить не мог, что произойдет дальше. Оказалось, что даму зовут Марина Ченгаева и работает она мировым судьей. Женщину возмутили манеры курильщика и она тут же вызвала полицию. А когда приехали стражи порядка, рассказала им душесчипательную историю о вероломном нападении. Более того, о покушении на жизнь. На тебе, чуть бы не убили, вы не представляете. Он меня что с рукой делал? Вот вся рука выкручена. Он меня прям пытался сломать руку. Потом начал меня за волосы вот здесь тягать. На этой видеозаписи виден сам момент нападения, о котором настаивала Ченгаева. Горьков действительно тянет судью за руку, но на избиение это точно не похоже. Обратите внимание, после покушения, о котором рассказывает судья, на ее лице ни Ссагин, ни Синяков, что уж говорить, даже прическа не помялась. Однако полицейские верят представительной даме на слово и, мягко говоря, без церемоний засовывают мужчину в автомобиль. Он даже сказать ничего не успел. Ноги вниз убрал! Да я спокойно! Вниз убрал! Да я спокойно! Ноги нахуй! Сиденье, черткин, чисткин. Их... А дальше отделение полиции, арест, полгода в СИЗО. Пока истории не заинтересовались СМИ, Горьков всерьез полагал, что отправится за решетку на целых 7 лет. Ведь судить его собирались за нападение на представителя органа власти и даже угрозу убийством. Следователи выясняют подробности разбойного нападения на столичного таксиста. По дороге в Люберце его избили и ограбили пассажиры. Причем один из нападавших оказался полицейским. Подробности у Эдуарда Пуньгова. Напавшие на таксиста пассажиры не подозревали, что их действия сняли на телефон очевидцы. Вот эти кадры. Возникла словесная перепалка, которая быстро переросла в драку. Водители повалили на землю и начали бить ногами и палкой. Досталось и машине. Снимай, 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 снимай там. Потерпевший, 30-летний Руслан Хисметулов, рассказал, В Кунцево к нему в такси сели двое молодых людей и девушка. Попросили довезти в Люберце. Но по дороге заказ пришлось прервать. Всю поездку они вели себя вызывающе, матерились, толкали меня. Соответственно, я понял изначально, что они находятся под воздействием каких-то веществ. Я им сообщил, что, ребята, если вы себя не прекратите вести таким образом, то ваша поездка, соответственно, закончится. На что мне было сказано, ты знаешь, кто мы. Я сотрудник, мы тебя закроем по статье. Нападавшим оказался младший сержант полиции, 24-летний Владислав Панфилов. Вместе с товарищем он не только избил водителя, но и украл из салона 10 тысяч рублей. Руслан сразу вызвал полицию. В Новосибирской области на этой неделе бурно обсуждают задержание теперь уже бывшего полицейского. Его заподозрили в убийстве возлюбленной. Жертва была широко известна в узких кругах. Ее, а по паспорту его, называли одним из самых известных трансгендеров Сибири. В чем запутался полицейский и что стало мотивом преступления? Убийство то ли Вики, то ли Коли сейчас обсуждает вся деревня Бурмистрова. Это в 80 километрах от Новосибирска. Чуть больше недели назад из этого дома по улице Маяковского ушла симпатичная девушка. Обратно не вернулась. В ориентировке значилось пропал, цитата, гражданин Басаковский Николай Александрович. А на фото была длинноволосая улыбающаяся шатенка. То стало причиной смертельной ссоры, сейчас выясняют следователи. Знакомые возлюбленных не исключают ревность. Родственники убитых говорят, что причина в деньгах. Он изначально хотел завладеть его телефоном, потому что там у него и была сумма на карточке. И вот сам конфликт весь из-за этого. Полицейский Денис Калинин предположительно задушил даму сердца ранним утром у нее дома. Дождался темноты и вывез тело на машине. По версии следствия, Денис Калинин спрятал тело своей подруги ночью в лесу неподалеку от места убийства. Себе, предполагаемый душегуб, оставил ее мобильник. Но не на память, а чтобы от имени жертвы переписываться с ее знакомыми. Так Калинин хотел запутать следствие. Под тяжестью улик подозреваемый во всем сознался. Задержанный сотрудник ППС допрошен следователем СКР об обстоятельствах совершенного преступления. С ним проводятся следственные действия. Коротать время будет с сокамерниками-мужчинами. Их-то уж точно не перепутать с противоположным полом. Против начальника отдела полиции из Китимского района возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и применении насилия. Полицейский пнул задержанного в живот. Сцена попала в объектив камеры видеонаблюдения. Следователи уже завершили работу и в ближайшее время передадут дело в суд. Начальнику райотдела не понравилось, что пострадавший просил проводить его в туалет. В Чертановском суде Москвы избирают меру пресечения старшему лейтенанту полиции, инспектору по исполнению административно-законодательного одного из подразделений столичного УГИ БДД. Мужчина подозревает в жестоком убийстве собственного сына. Что произошло на самом деле, толком пока неизвестно. Сам задержанный, видимо, осознав случившееся, рассказал вследствие сразу две противоречивые версии гибели ребенка. Однако правоохранители не поверили ни одной из них. Вот, предположительно, его фото. Мужчину задержали по подозрению в убийстве собственного сына. В квартире одного из живых домов обнаружено тело малолетнего ребенка 2014 года рождения с признаками насильственной смерти. Предварительно установлено, что в квартире находился отец ребенка, который совершил противоправное деяние. Когда приехала скорая, мальчик был уже мертв. Отец сперва рассказал полицейским, что сын якобы упал с кровати и сильно ударился. Правда, потом подозреваемый передумал и заявил, что немного выпил, уснул. И в это время кто-то проник к нему в квартиру и забил малыша до смерти. Бывший полицейский из Подосиновского района подозревается в нанесении побоев задержанному, который позже скончался. Напомним ранее, коллегу подозреваемого уже приговорили к трем годам лишения свободы условно. Весной прошлого года в Подосиновском районе в дежурную часть доставили мужчину за нарушение общественного порядка. Его поместили в камеру. Спустя некоторое время полицейский Андрей Куловский толкнул задержанного, причинив легкий вред здоровью. За превышение полномочий суд назначил Куловскому три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года и запретом занимать определенные должности на полтора года. Позже под подозрение следователей попал еще один бывший сотрудник полиции. По версии следствия, он и нанес потерпевшему смертельный удар. Предварительно отключив камеру видеонаблюдения, дежурный отдела полиции Подосиновского отделения полиции, реагируя на шумное поведение административно задержанного, решил его успокоить. И, открыв камеру, где содержался Тивенцев, нанес ему один ударный огонь в угол от живота, причинив ему разрыв мочевого пузыря. Подозреваемому экс-сотруднику полиции предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть». Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы. Материалы дела уже направлены в прокуратуру. В Белгороде двое бывших полицейских отправятся за решетку. Как установили следователи и суд, Александр Гоптарёв и Андрей Воликов до смерти забили задержанного. Тем продолжит Максим Мовчан. Вот кадры того самого применения спецсредств. Полицейский в гневе снимает часы и бросает их на стол, после чего отправляется на экзекуцию, предусмотрительно отвернув одну из камер наблюдения в сторону. Но вторая предательски снимает. Видно, как сотрудники МВД вытаскивают мужчину из камеры, бьют головой об стену, затем об другую, после чего валят на пол. Его пинают ногами, затаскивают в туалет и снова бьют. В итоге задержанного бросают в коридоре. Полицейские прогуливаются по отделу, наступая мужчине на руки и на ноги. Спустя два дня он скончался. Очевидцами преступления стали не только другие задержанные, но и сотрудники МВД. В Ульяновской области арестован участковый полномочный, который может быть причастен к расправе над жителем одного из поселков. По версии следствия, Руслан Мустафин вместе с своим сообщником избили мужчину, раздели и оставили умирать на морозе. Что их толкнул на преступление, выяснял Иван Коннов. Находясь в районном поселке Старая Кулатка, применив насилие, усадили потерпевшего в свою автомашину, вывезли его примерно на расстоянии полутора километров от поселка, избили, раздели и оставили на свалке. И этого было мало. По версии следствия, участковый вернулся к дому потерпевшего, облил здание бензином и поджег, а после отправился домой спать. Обнажённое тело 42-летнего Ильдуса Салихова нашли на следующий день. Предполагаемого убийцу задержали уже спустя несколько часов. После этого в местном пункте полиции случился большой переполох. Можете позвать начальника? Начальник в полуке сейчас в данном моменте. Ну кто-нибудь исполняющий обязанности? Нет, все в полуке пока в данном моменте. В Петербурге суд поставил крест на шансах бывшего высокопоставленного сотрудника ВСИН выйти на свободу. 15 лет колонии получил Сергей Моисеенко за организацию убийства своего подчинённого, который слишком много знал. Речь идёт о взятках при стрелительстве огромного изолятора кресты. Слово Виталию Кармазиным. Похудевший, осунувшийся бывший замначальника ВСИН Санкт-Петербурга Сергей Моисеенко и коммерсант Игорь Захаров на скамье подсудимых по делу в убийстве офицера ВСИН Николая Чернова оказались во второй раз. Впрочем, на этот раз всё вышло по-другому. Суд установил, что именно эта пара причастна к убийству Николая Чернова. Офицера УВСИН Петербурга застрелили 2 марта 2017 года в собственной машине. Посёлка Петра Дубрава, что под Самарой. Здесь, прямо на этом месте, у забора одного из домов нашли тело 15-летней школьницы. Очевидцы рассказали, что видели, как неизвестный мужчина прижимал школьницу к земле, а когда понял, что его кто-то видит, в спешке уехал на машине. Подбежавшие прохожие нашли лишь бездыханное тело девочки. Приехавшие полицейские сходу сделали вывод. Причина смерти – 5 ножевых ранений в шею. Выхожу за вороты, смотрю, стоят машины с милицией. И типа грузят уже это. Подозреваемого в убийстве нашли быстро, помогли показания очевидцев. Те запомнили марку автомобиля, который покинул место преступления – Тойота. В посёлке с населением чуть больше 7 тысяч человек таких машин немного. Из тех, кто живёт неподалёку, вообще одна. И принадлежит эта Тойота вот этому человеку, что держит ребёнка на семейном фото. Знакомьтесь, Антон Бесчетвертев – начальник отделения по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений, заместитель начальника третьего отдела угрозы с Косомары, подполковник полиции. Как только подполковника доставили в полицию, это дело начало обрастать новыми подробностями. Со слов подозреваемого он возвращался с рыбалки и случайно сбил девочку на дороге. Выбежал, чтобы привести в чувства и понял, что та не жива, а дальше всё как в тумане. Мог и ножом ударить, но точно не помнит. А вот то, что известно наверняка, следователи подняли со дна местного озера. Прицеп той самой Тойоты, что мелькала на месте преступления. Внутри оказались окровавленные штаны. Сейчас орудия преступления ищут водолазы. Пока версия, которая склоняется следствию, звучит так. Подполковник полиции сбил школьницу, испугался и, чтобы скрыть следы, нанёс ей несколько ножевых ранений в шею. В такую версию уже не верят жители посёлка Петра Дубрава. Многие вообще уверены, что примерный семьянин и сотрудник полиции не способен на убийство. Другие же жители Петра Дубрава считают, что причина убийства не нелепая случайность, а холодный расчёт. Якобы убитая состояла в отношениях с подполковником. Но недавно они поссорились, и девочка грозилась рассказать о романе взрослого, семейного мужчины со школьницей. Тут же появились официальные комментарии следователей. Они опровергли такую версию. Полицейские в Москве скрутили и задержали женщину в МФЦ за маски. 52-летняя мать четверых детей, Валентина, пришла за социальной картой и якобы отказалась полностью надеть маску на лицо. При этом на видео маска у женщины есть, однако сотрудники МФЦ всё равно вызвали полицию. На кадрах видно, что женщина не оказывает никакого сопротивления. Полицейским они при этом пытаются заломить ей руки. В какой-то момент она теряет сознание. Полицейский волоком выносит её из МФЦ. Сын пострадавший рассказал, что сотрудники МВД после задержания пригрозили его матери 15-ю сутками ареста за сопротивление. Полицейским и назвали психбольной. При этом после общественного резонанса они стали давать заднюю и отпустили её. При службе столичного управления МВД сообщили подъёму, что знают об этом видео, но дать каких-либо пояснений происходящему не могут. Родственники женщины планируют добиваться возбуждения уголовного дела. А как вам такая новость? Напишите в комментариях к видео. «Перестаньте! Отпустите женщину! Отпустите! Отпустите женщину! Отпустите женщину! Пожалуйста, я прошу вас, отпустите женщину! Она без сознания! Вы что, с ума сошли? Отпустите сейчас же! Она без сознания! Фашист! Отпусти! Сейчас я ваше пробегу. Отпустите! Она сознание потеряла! Что вы делаете? Где её вещи? Перестаньте! Отпустите! Отпустите! Не я! Вот этот пусть отнесёт! Отнесите! Твари! Возьмите! Ну, вставай, ханово! Батя, говорят! Вы что ж вы делаете, да? Она же сказала, у неё ребёнок в машине ждёт! А как нам возле? Она не будет в машине опасно! Может, ей 10 лет! Мир не ваша игрушка! Зажравшийся! Ясно? Берегите себя! Не болейте! Удачи! Всего доброго! Подписывайтесь! Ставьте лайки! И что там ещё? Удачи! 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 Субтитры сделал DimaTorzok